Выники первого централизованного экзамена пероличат по новой методике. И она распространена с выкористанием подыходов, которые уживаются при проведении репетиционного тестирования. Про это поведомил министр эдукации. Андрей Иванец отзначил, что межведомственная комиссия, которая проверяла корректность под лику выникал первого ЦЭ, завершила свою работу. Результаты проверки показали, что ошибок нету, в том числе и в методике расчета тестовых баллов. Вместе с тем, уже сегодня очевидно по количеству тех обращений, которые к нам поступили от граждан, что методика слишком сложная. Поэтому президентам нашей страны дано конкретное поручение упростить методику расчета и сделать ее понятной для каждого человека. Министерством образования такая работа проведена. И уже сегодня будут пересчитаны результаты первого централизованного экзамена и размещены на сайте РИКС, а также в личных кабинетах абитуриентов. Результаты второго централизованного экзамена будут опубликованы в понедельник. Безусловно, они также будут рассчитаны по понятной всем методике. Соместно с результатами централизованного экзамена, как первого, так и второго, будут опубликованы таблицы перевода первичных баллов в тесты, по которым каждый абитуриент и каждый выпускник сможет перепроверить правильность и корректность расчета своих результатов. Все абитуриенты, которые готовятся к проведению централизованного тестирования, следует понимать, что условия проведения и централизованного экзамена, и централизованного тестирования будут абсолютно идентичны. Это как касается в части сложности тестовых заданий, так и в части расчетов тестовых баллов. Это очень важно, потому что мы должны создать равные, понятные, справедливые условия как для выпускников этого года, так и для выпускников прошлых лет, которые в этом году будут иметь возможность сдать три централизованных тестирования для поступления в наши университеты. У Министерства Эдукации отзначили, что все тестовые задания целком отповедают в школьной программе. Ведомства протягивания приема грамадянной в выпадку возникнения питаний будут зададены тлумачения. Нагадаем, массовые звороты начали поступать после опубликования выника у первого экзамена.